Согласно указу президента Российской Федерации, с 1 апреля до 15 июля продлится весенняя призывная комиссия 2015 года. В Ленинском районе проживает порядка 600 молодых людей, обязанных явиться на весеннюю призывную комиссию. Это юноши, которым до окончания призыва исполнится 18 лет, те, у кого истекли отсрочки и ранее не призванные по различным причинам. А уйдут служить в армию, в этот призыв с нашего района 65 человек. Все ребята непосредственно пойдут служить в части, которая дисфлацируется в западном военном округе. То есть призывники, все пожелания будут о месте предстоящей службы учитываться. Желает военно-морской флот, подводесантные войска, по миссовским показателям, по критериям подходят, соответственно, по возможности будут направляться именно в эти воинские части. Кто имеет тяжелое семейное положение, женатый, имеющих ребенка, будут направляться по возможности в части, которая дисфлацируется в Московской области. Современные призывники далеко не те, которые были раньше. Сейчас молодые люди осознанно идут в армию. Они действительно желают отдать долг родине и четко понимают – настоящий мужчина должен отслужить. Мужской долг – отслужить в армии. Не служил ни мужик. Если не даст Бог, будет война, мы сами должны защищать нашу родину. Это научит меня дисциплине, и это очень важно, и в будущем мне это очень пригодится. В связи с большим количеством желающих служить в армии, призывная комиссия, можно сказать, отбирает лучших. Предпочтение ребятам с высшим образованием и физически подготовленным. Кстати, общий показатель здоровых молодых людей увеличился и составляет 95%. У оставшихся пяти встречаются врожденные патологии, порог сердца, ожирение, легочные заболевания. Все эти факторы учитываются. Вообще сейчас отбор в армию идет путем конструктивного диалога. Все личные ситуации каждого призывника рассматриваются отдельно в рамках законодательства. Я уверен в том, что эти молодые ребята, которые придут у нас из армии, они придут физически закаленными, морально закаленными. И это будет очень хорошо и для них, и для их родителей, и для нашего общества. Сейчас те молодые люди, которые не отслужили в вооруженных силах, получают соответствующую справку. И это влияет на их дальнейшую судьбу. Они уже не смогут пойти работать на государственную службу в правоохранительные органы. Поэтому лучше выполнить свою воинскую обязанность и с чистой совестью идти в будущее. Юлия Погосян, Евгений Петров, Елена Кошлева, Видное ТВ.